Привет друзья! Многие считают, что настоящими дипломатами не становятся, ими рождаются. Потому что нужно обладать совокупностью специфических характеристик, без которых в этой профессии просто не обойтись. Настоящий дипломат должен пройти долгий путь, учеба, практика, постепенный подъем вверх по карьерной лестнице, и только спустя годы, уметь представлять свою страну на должном уровне. Бытует стереотип, что жизнь дипломата – это сплошные путешествия и приятные приключения, но далеко не все знают, что она состоит из ежедневного тяжелого труда, протоколы, переговоры, урегулирования, компромисса. И только таким сильным личностям, как Сергей Лавров, удается достичь вершины на этом поприще. Имя Сергея Лаврова навсегда вписано в историю России, как выдающегося министра иностранных дел. Он самый узнаваемый из всех российских политиков и самый авторитетный среди министров РФ. Родился Сергей Лавров, 21 марта 1950 года в Москве, хотя некоторые источники утверждают, что это радостное событие произошло в Тбилиси. Отца звали Виктор Калантарян, из других источников – Калантаров. Он проживал в Тбилиси и был армянином по национальности. Мама Калерия Лаврова, Сергей впоследствии взял ее фамилию, по национальности русская, родилась в подмосковном Ногинске, работала в Министерстве внешторга СССР. В паспорте Лаврова, в графе «национальность» написано, что он русский. Но сам он всегда говорит, что корни его в Тбилиси, откуда родом его отец, и в жилах его течет отцовская армянская кровь, которая ему абсолютно не мешает. Родители были работниками сферы внешней торговли, и по роду деятельности часто отправлялись за границу. Поэтому маленького Сережу оставляли с бабушкой и дедушкой по материнской линии. Дед Борис Лавров занимал должность начальника железнодорожной станции в Ногинске, бабушка трудилась медсестрой. В первый класс мальчик пошел там же, в Ногинске. Его отдали в специализированную школу имени Короленко с углубленным изучением английского языка. Через несколько лет родители забрали Сережу в столицу, и аттестат он получил в московской школе номер 607, которая тоже специализировалась на изучении языков. Кроме языков ему нравились и точные науки, у Лаврова были хорошие познания физики и математики. После выпуска из школы, которую он кончил с серебряной медалью, Лавров всерьез задумался о своем будущем. Он отнес документы в МГИМО и МИФИ, но так как в первом из них вступительные испытания начинались гораздо раньше, то выбор был сделан в пользу этого вуза. Сергей стал студентом восточного отделения, чем очень порадовал своих родителей. В годы студенчества Лавров проявил свой поэтический талант, он сам писал песни и пел их под гитару своим однокурсникам и друзьям. Вселетние каникулы будущий министр проводил в студенческих стройотрядах, объездил Дальний Восток, Хакасию, Якутию, Туву. Лавров написал песню, которая впоследствии стала гимном его родного МГИМО. Диплом об окончании вуза Лавров получил в 1972. Языки действительно легко давались одаренному студенту, в настоящее время Лавров свободно общается на английском, французском и сингальском. Трудовая биография Сергея Лаврова началась сразу после выпуска из института, его отправили в качестве стажеров посольства Советского Союза в Республике Шри-Ланка. Политическая карьера Сергея Лаврова стартовала именно в это время, когда он получил должность старший референт и первый дипломатический ранг атташе. В Шри-Ланке молодой специалист задержался на четыре года, потом снова вернулся в столицу и продолжил работать в МИД СССР. Сразу он был третьим, а вскоре стал вторым секретарем в отделе международных экономических организаций. В 80-е Лавров получает новое назначение и отбывает в Штаты, где становится секретарем, потом советником и, наконец, старшим советником представительства Советского Союза в ООН. На протяжении 10 лет Сергей постоянно проживает в Нью-Йорке и только в 1988-м снова получает перевод в Москву. В это время начинается его серьезное продвижение по службе. В 1988-1994 годах в его карьере происходят серьезные перемены. Лаврова ставят заместителем начальника управления международными экономическими отношениями в МИДе России, потом он возглавляет это управление. Затем он становится директором департамента международных организаций и вскоре получает должность заместителя министра Министерства иностранных дел России. В 1994-м по приказу Бориса Ельцина Лавров занимает должность постоянного представителя России при ООН, и параллельно представляет РФ в совбезе ООН. В это время Лавров становится невероятно популярным политиком не только на родине, но и за ее пределами. Он приобрел необходимый опыт, обзавелся многочисленными знакомствами в Нью-Йорке, и это очень помогло ему вникнуть в изучение глобальных международных проблем. Его очень ценят в СБ ООН. На всех заседаниях СБ, где присутствовал Лавров, поднимались актуальные вопросы о решении конфликтов, которые происходят в мире. На повестке дня были Ближний Восток, Корейский полуостров, бывшая Югославия, Кипр. Теракт, происшедший в Америке 11 сентября 2001-го, тоже стал серьезной проблемой, в решении которой принимал участие и Сергей Лавров. Профессиональная деятельность Сергея Лаврова находится под пристальным вниманием миллионов жителей России и зарубежных стран. Не менее интересной для них является и личная жизнь политика. Сразу нужно сказать, что у него не было ни романов, ни походов на сторону. Сергей отличается постоянством в любви, поэтому уже много лет женат на Марии Александровне, которую встретил в далекие годы студенчества. Девушка училась в педагогическом вузе и получила диплом учителя русского языка. Они поженились на третьем курсе вуза и с тех пор не расстаются. Мария побывала вместе с мужем во всех его деловых поездках за рубежом, когда супруг работал при ООН, она руководила библиотекой советской миссии. Во время пребывания Лаврова в Нью-Йорке в семье родилась дочка Екатерина. Девочка там же пошла в школу, сразу училась в Манхэттене, потом стала студенткой Колумбийского университета. После получения диплома поехала стажироваться в Лондон, где и познакомилась с молодым человеком по имени Александр Винокуров. Его отец Семен Винокуров – фармацевтический магнат. Молодые люди поженились в 2008, а спустя два года у них родился сын Леонид. Через некоторое время Екатерина родила дочку. Работать по специальности жене Лаврова почти не довелось, поскольку она заняла более весомую должность, стала женой дипломата. А это требует подготовки и не менее ответственно, чем другие профессии. Первая их командировка была в Шри-Ланку. И Марии Александровне пришлось очень быстро осваивать новые традиции, законы незнакомой страны и все правила этикета. А главное, жена посла должна всегда быть на высоте, обладать тактичностью, терпением и мудростью, следить за тем, что и кому говорить. Потом Сергея Лаврова направили в США. Там пришлось все изучать заново. Но Мария Александровна быстро с этим справилась и даже организовала женский клуб, который помогал женам дипломатов адаптироваться в чужой стране. Клуб приобрел большую популярность, и Мария Александровна стала известной личностью в дипломатических кругах. Если выпадает свободная минута, Лавров любит провести ее перед телевизором, где идет футбольный матч его любимого Спартака. Он по-прежнему играет на гитаре и поет своим друзьям песни собственного сочинения. Еще известно, что Сергей Лавров очень любит бани, итальянскую кухню и шотландские виски. Благо, здоровье позволяет ему в таком возрасте иметь такие пристрастия. Но самой большой страстью политика являются сигареты. Он принадлежит к заядлым курильщикам, и бросать эту привычку не собирается. Все, кто близко общался с Сергеем Лавровым, отмечают его недюжинный ум, эрудицию и чувство юмора. Политик не отказался от приглашения Ивана Урганта и пришел в эфир программы «Вечерний Ургант», где блеснул остроумием и нахочевостью. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.